здравствуйте драгоценные мои друзья ну вот наш наш герой молодой молодой ну не котенок уже на молодой код ему нет еще и года видите ну уже живет у меня ну уже наверно неделю вот вот эта жизнь во дворе да даже но немножко да вот вселенная до сочетает несочетаемые кот у меня живет во дворе такой дворовый код а собаки собаки так сказать живут в доме и это это забавно забавно так найти когда собаки с котами встречаются то есть обычно наоборот в классике что значит котяра живет на мягких диванах там поглядывает из за индивела на окна на пса который мерзнет в будке ну вот значит у нас жизнь такова ну вот наш наш герой сейчас он хочет есть но знаете есть он я бы сказал но не как котенок которому который может быть весит там сколько в нем но килограмм полтора максимум доезд он хороший ротвеллер то есть он и сухого корма съедает 2 2 миски и пакетиков съедает это сколько 33 раза по 26 пакетиков то есть там но не по 100 грамм но в принципе грамм по 80 то есть он съедает такое впечатление что съедает ну половину своего веса половину свое веса ведь он немножко округлился стал спокойнее стал это ну гладится он не очень любит не очень любит потому что опасается всего ну вот как мяукает не слышно только открывает рот но не глухой а прекрасно слышит может быть не мой потому что его мяуканье очень-очень тихий очень очень тихий он вот ходит везде все обтирается помечается но драгоценные мои друзья на улице становится холоднее я волнуюсь за него видите сегодня пришла пришла так сказать взял я для него грелку чтобы потому что для котов важно тепло вот сейчас вот видите я ее включил на один включил буквально наверно там две минуты назад она как не греет что это не брать мне под сумму нет чуть-чуть тепленькая на тепленькая но но не сильно пока не сильно вот на 2 включил значит может быть прогреется на что-то сегодня ему вот он она ночует здесь вот в этой в этой будке до будка для кота но конечно ночью температура бывает там сейчас и до 5 градусов но не мороза тепла ну в общем то надо переводить его так как с собаками все таки то есть с одной собакой он никак не сойдется характерами да и это опасно даже знаете некий знак был для меня но такое сказать потому что знаки всегда они для многих трагическая ситуация когда замечательную женщину львы убили львы в парке в парке тайган да вот леокадию великолепная женщина которая всю жизнь занималась животными выхаживала ухаживала да вот произошло такое трагическое происшествие и для меня это тоже знак да что как бы доверяй доверяй но проверяй и знаете так как котенок эти бесстрашный это даже плохо но для него плохо он собак не боится он прямо найти герде лезет я ее просто держу чувствую что она может его куснуть на зубы то у нее дай боже знаете один укус может может привести к смерти поэтому рисковать знаю ее характер я прекрасно знаю что она достаточно жестокая девочка и котов очень не любит поэтому дело в том что если она вот случайно вырвется то кот не будет убегать вот обычный кот бы раз шмыгнул куда-то этот наоборот пойдет на контакт и может может повредить поэтому отлично для меня знак такой что что как бы надо все в этом плане держать под неким контролем вот сейчас я ему положу обед потому что он у него трехразовое питание завтрак обед и ужин на меньшего не согласен два раза в день он с утра уже стоит на пороге и беззвучно мяукает значит и получается в обед вот сейчас очень настойчиво ждет видите терпеливо ждет своей порции возле вот этих этих мисок я сейчас ему положу вот там немножко сухого корма на разбросал но он ему видно уже уже нет он только из мисок я стал уже таким а из этом но друзья мои так что вот код вот непростой сами понимаете мы с вами сейчас говорим в таком в житейском смысле но понимаете что все все этот это да становится тепленьким ну хорошо что не горячий значит получается все таки да вот если я его положу в будку он будет прогревать но не будет слишком жарко сейчас мы надо это все обустроить ну так или иначе видите кота надо переводить переводить в цокольный этаж там достаточно большое помещение у меня там для него есть отдельный манеж но надо его приучить к этому кладку что тоже не очень просто потому что кот долгое время жил на улице и поэтому ну вот а так как я через несколько некоторое время вынужден отъехать дней на пять из из этого так сказать благословенного края поэтому ну кроме меня во дворе его не могу оставить надо будет его переводить значит ну в чем-то да вот по не под арест ну во всяком случае на карантин и и кормить то его будут а вот вот свобода свободно будет лишена так как друзья мои вы знаете что я не терплю лишать кого-то свободы до вольный дух ограничивать еще куда не шло ради безопасности а вот лишать свободы невозможно меня совесть мучается думаю вынужден буду его заманить вот в эту вот в эту переноску и он уже туда заходит я туда ему ставлю этот каково мисочку он туда заходит и ест там в принципе можно обмануть кота закрыть дверку и перенести его из этого привычного где он уже привык здесь уже адаптировался в это опять подвергнуть его стрессу и отправить его так сказать в замкнутое помещение ну правда тоже конечно с комфортом с едой и сладком с его любимой будкой нас теперь с ковриком для подогрева кота на свете уже становится там таким зажиточными каким-то котом голодранцем да вот уже у него своя миска своя переноска своя будка свой этот как его своей миски и даже коврик с подогревом то есть кот уже у нас такой становится таким буржуи нам буржуи да уже знаете был свободная вольная птица который мог бегать по деревьям и так сказать ходить туалет где попала а сейчас становится солидным джентльменом ну значит солидному джентльмену друзья мои конечно полагается имя и я решил что для него самым подходящим именем будет локи да в честь великолепного мощного хитрого и опасного божества да друзья с чего вы думаете почему думаете что локи никогда не боялся принимать а так как это сверх многомерный дух до его дух присутствует не только в человеческих телах в этом мире но и в телах животных телах птиц в растениях он вполне может это себе позволить чтобы получать разнообразный опыт и возможно нужно присматривать и помогать дядюшке мистику поэтому маленький котей калоки ну вот видите пришел пришел самое нужное время потому что все не все непросто все драгоценные мои друзья займусь кормлением потому что локи несмотря на свое терпение вот прямо у него мысли да вот как коты умеют делать намерение да вот он сидит и он колдует да вот он на самом деле колдует он притягивает он знает что здесь миски стоят миски и там корма и сухой и мокрый а кстати вот витаминки мы купил сейчас надо накапать витаминок ему в это в еду и вот коты они притягивают на они они вот настоящие колдуны то есть они не действием а намерение вот он думает и притягивает я прям чувствую мне рука тянется рука тянется к миске и он ведь и нюхает и хватит болтать хватит болтать насыпай насыпай наливай давай мне еду да вот это вот было прямо вот вот он кот колдун все драгоценные мои друзья пока счастливо